МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Одинцовский округ в туристическом плане за последнее время? Одинцовский округ у нас входит в топ приоритетных территорий Подмосковья. Поэтому, конечно, все инновационные проекты, все инновации, все у нас здесь. И мы стараемся развивать все виды туризма, которые у нас написаны в нашей стратегии до 2035 года. И стараемся привлекать туристов качественными мероприятиями и, в первую очередь, конечно, самими точками притяжения, музеями, парками, достопримечательностями, коих у нас очень много. Давайте сегодня прям назовем ключевые. Просто хочется прям, чтобы у наших телезрителей глаза загорелись, и они вспомнили о тех местах, которые есть на территории округа, и вспомнили о том, что не нужно никуда далеко ехать. Все, в общем-то, в шаговой практической доступности можно окунуться и в историю, и узнать что-то новое, открыть для себя какие-то новые совершенно направления, маршруты. Это все есть вот у нас в муниципалитете. Да, если вы едете с детьми, семьями, то, конечно, вы должны в первую очередь посетить наш парк Раздолье, где прекрасные памптреки, где замечательные у нас дорожки, где можно на прокат взять и велосипеды. Дальше вы можете также съездить в парк Захарова, где тоже очень много у нас интересного. Можно посетить мероприятия, связанные со сказками, можно посмотреть какую-то выставку. Поэтому для детского туризма все вообще замечательно. Можно даже не задумываясь на выходные обязательно переезжать к нам. Если вам нужно культурно провести время, интересно, и вы человек, который интересуется историей, культурой, конечно, вы поедете в наш музей Пушкина, и там у вас будут прекрасные экскурсии, даже могут быть мастер-классы, вы можете попасть на какое-то мероприятие. Концерты по выходным практически. Очень часто проходят квесты. То есть это очень интересно. Также у нас есть историко-архитектурный наш музей, который находится под Звенигородом. Тоже интересно, тоже квесты. Можно посетить царские палаты, посмотреть историю костюма. Я знаю, что даже можно принять участие в самых настоящих раскопках. Конечно, да. Все можно. Все можно, поэтому у нас округ как раз с большим туристическим потенциалом. И мы стараемся делать маршруты интересные для любой категории. Особенно сейчас важно для индивидуальных туристов, потому что у них особые притязания. И стараемся удовлетворить все спросы, которые у нас есть. Появились новые туристические маршруты, где они проложены. И довольны ли первые посетители, первые гости? Вот смотрите, недавно совсем у нас открылся в нашем парке Патриот, храм вооруженных сил. Конечно, огромный спрос других муниципалитетов, особенно по программе «Долголетие». И, естественно, мы хотим, чтобы наши туристы в первую очередь съездили туда, а далее уже проехали в Звенигород, допустим, в Сайно-Сторожевский монастырь. Посетили на городке у нас храм Успения Божьей Матери. Поэтому вот такие паломнические маршруты, они актуальны для людей уже пожилого возраста. Все это у нас, конечно, есть. И востребовано. И востребовано, да. В том числе вот это лето и эта весна показала, что и дала нам, в общем-то, всем толчок, наверное, вперед. И обратите внимание именно на внутренний туризм. Появились новые туристические пешие маршруты, которые связали и усадьбу Голицыных, Пушкинская тропа. Пушкинская тропа и так далее, так далее. То есть вот как родилась идея? Или она была уже давно? Вы знаете, она витала в воздухе давно. И вот эти экологические тропы, конечно, они востребованы. И в ближайшее время огромное внимание будет уделяться Ростуризмам, потому что сейчас гранты как раз будут получены на эти развития экотроп. Поэтому, естественно, люди хотят ходить, хотят смотреть. Они хотят это делать индивидуально или небольшими группами. Поэтому мы, конечно, стараемся поддерживать такие начинания. И у нас в округе тоже есть свои маршруты. Вот тропа Пушкинская, она проложена уже несколько лет назад. Каждый год приезжают волонтеры. Я знаю, что у нас клуб путешественников ходит со своей целой группой. То есть, конечно, это все интересно. Ну и в Звенигороде у нас был проект «Тропа вдохновения», который тоже может связать несколько маршрутов поедина. Поэтому, конечно, интересно. Это нужно, обустраивать тропы нужно. Участвует ли наш муниципалитет в таких конкурсах, фестивалях, на сайскане гранта, чтобы дальше вкладываться в развитие туризма? У нас есть общественные организации, которые предстоят свои проекты. Вот недавно совсем у нас был проект. Ну, вы в любом случае, это, наверное, должна инициатива как бы, да? С одной стороны, от них идти, а с другой стороны, конечно же, поддерживать. Мы поддерживаем, естественно. И выявлять таких людей, которые могут развить. Конечно, ну, во-первых, это же рейтинг. Во-вторых, конкурсное такое движение, оно же вовлекает, увлекает. И люди как бы хотят для своего города, для своей территории сделать хорошее мероприятие. Сделать так, чтобы именно вот эта часть территории была привлекательна для туристов. Конечно, поэтому любые конкурсы мы стараемся, как только получаем какую-то информацию, стараемся привлекать как можно больше людей, вовлекать в них. Наталья Васильевна, конечно же, каждый из нас понимает, что наша Одинцовская земля богата историческими местами, памятными местами. Но событийный туризм тоже набирает обороты и, в общем-то, становится уже практически вровень по популярности, по востребованности. Да, событийный туризм – это тоже один из приоритетных видов развития. И мы поняли, что как раз вот эти такие фестивали не очень востребованы среди жителей. Потому что хочется получить не только эстетическое какое-то удовольствие, хочется что-то новое узнать, хочется, чтобы это было вкусно. Поэтому ряд фестивалей, конечно, нужно делать и продолжать делать. И они, очень много фестивалей по всей Московской области проходят. Но каждый фестиваль для своей территории, он уникален. Ну, например, вот совсем недавно, одним из первых фестивалей, который прошел после пандемии, это фестиваль традиции в Захарово, который ежегодно собирает огромное количество людей. Да, он уже несколько лет, конечно. Причем люди ведь приезжают даже не только с Подмосковья, а по сути со всей России стремятся посетить этот фестиваль, привести себя показать и посмотреть. Потому что очень интересно, понимаете, люди соскучились по ощущениям и по хорошему контенту. Когда приезжаешь, получаешь такое удовольствие колоссальное, когда перед тобой выступают Слава Немаляева и какие-то другие еще актеры. И вот какие-то там мастер-классы или это концерты. Это всегда очень интересно. Ты радуешься за то, что, хотя время было такое сложное, но это все осуществимо, конечно. Давайте посмотрим, как проходил в этом году фестиваль «Традиция», окунемся в эту атмосферу. Давайте. Здесь русский дух, здесь Русью пахнет, писал Александр Сергеевич. Этим духом наполнен сегодня каждый уголок усадьбы Захарова. В местах, где проходило детство поэта, вот уже в пятый раз провели семейный фестиваль под открытым небом «Традиция». Мы очень рады этому месту, где действительно и писатели, и поэты, и артисты, и зрители находятся вместе, в одном пространстве. Вместе гуляют по аллеям этого замечательного парка, вместе могут перекусить, вместе слушают лекции, приходят на концерты. В этом и суть фестиваля «Традиция», фестиваля для всей семьи. Более 30 мероприятий на различных площадках парка. Виртуозы Одинцовского симфонического оркестра прямо на лесной опушке под вековыми липами. Сергей Лукьяненко в живом общении со зрителями о патриотической фантастике. Новая русская музыка в исполнении Таисии Краснопевцевой. Такой формат необычен для всех. Фестиваль – это абсолютно такое что-то… Это не концерт, это не выступление где-то в закрытом помещении. Это всегда новая публика, потому что обычно музыканты разных направлений играют. То есть кто-то приезжает на одного, кто-то на другого. И у тебя есть возможность выступить перед людьми, которые часто после концерта подходят и говорят, «Ой, мы впервые вообще слышим, что бывает такая музыка, как интересно». И, конечно, в этом плане фестиваля это очень здорово. Ольга завсегдата в фестивале. Приходит сюда каждый год. В этот раз решила поучаствовать сама. Создала с детьми поделки из лоскутков. Чтобы деткам было интересно, каждый для себя что-то нашел. И если маленькие детки плачут, то одел на пальчик, допустим, любую игрушку и рассказал что-то такое приятное, успокаивающее для ребенка. И, вы знаете, сердце ребенка тает, и сразу он становится веселым, счастливым. А вот Светлана приехала из другого города и на таком празднике впервые. Говорит, необычный формат, масштаб и количество деятелей искусства, выступающих на фестивальных площадках, поражает. Здорово, что это на открытом воздухе, что все посвящено русским традициям. Ну, конечно, в переложении на классику. И, безусловно, то, что мы можем увидеть таких людей и услышать о Бродском, услышать что-то из уст Немалявы, которая сама является тоже классическим русским, таким, знаете, культурным пластом сегодняшнего дня. Поэтому отлично. Пусть бы побольше такого было. Собрать вместе талантливых людей, объединить прошлое и настоящее, сделать искусство доступным простому зрителю – основная цель фестиваля «Традиция», говорят организаторы. Это еще один шаг к сохранению уникальной русской истории и культуры. Самое главное во всех этих фестивалях, во многих подобных фестивалях, это то, что привлекается семья. Не отдельно нацелено на детскую аудиторию, на подростковую, на молодежную, а вот все-таки стремиться, то, что масштаб, у чего есть масштаб, все-таки целиком вовлечь полностью. Ну, конечно, потому что, во-первых, это все должно происходить в такие выходные, когда вся семья, наконец-то, собирается вместе, и они могут поехать, они могут получить удовольствие от того, что они что-то увидят новое. В этот момент им дети не будут мешать, потому что они будут заняты на мастер-классах. А также можно что-то купить для себя интересное. Поэтому несколько сразу таких вот спросов, которые мы пытаемся всем угодить. Насколько большой потенциал у Денцовского округа? Большой, конечно, потому что площадок много, жителей у нас много, и мы можем, конечно... А гостей-то еще больше? А гостей, да, еще больше, потому что у нас очень выгодное положение, да, местоположение. Мы с Москвы недалеко. А вот все-таки, я знаю, что ведется такая статистика, и, безусловно, считается и количество посетителей парков, ну и так далее, так далее, так далее. Тем не менее, близость Москвы, то есть, с одной стороны, ну, казалось бы, можно же доехать в Москву, что-то посмотреть. Москвичи-то к нам приезжают? Да, москвичи к нам приезжают, они приезжают на выходные, вот исключительно, как бы, их очень много, потому что с семьями все-таки хочется куда-то выехать из Москвы, и ближайший, так сказать, округ – это мы, потому что есть что посмотреть, есть куда съездить, даже можно и остановиться у нас на ночь. Поэтому я думаю, что мы очень будем заинтересованы, и вообще заинтересованы в том, чтобы у нас приезжали, в первую очередь, туристы из Москвы, конечно. Как дальше будет развиваться сфера туризма, и есть ли уже планы, чтобы вовлекать соседние муниципалитеты района, объединяться и делать что-то совместное? Какие-то совместные туристические проекты, маршруты, предложения для гостей со всей России? Конечно, у нас уже подписано межмуниципальное соглашение о сотрудничестве, поэтому вот то направление Западной Подмосковья, которое ближайшее к нам – Истра, Руза, Волоколамск, это, конечно, очень интересное направление, мы можем сделать межмуниципальные маршруты, которые увеличат продолжительность пребывания на нашей территории, соответственно, это поднимет экономику. И, естественно, очень интересно вот эти вот межмуниципальные событийные мероприятия, когда мы узнаем, что у соседей, они узнают, что у нас, и у нас получается очень хорошее мероприятие вместе. Какой тандем, да, замечательный. Конечно, да, потому что и фермеры, да, они же не только у нас в Одинцовском округе, они как раз вот по всей территории, и это очень здорово, что они даже, встречаясь на наших площадках, они узнают друг друга, и дальше уже приглашают в свои муниципальные округа, а поэтому это здорово. Андрей Васильевна, Вы правильно сказали, что в мероприятии много, событий очень много, но самое главное, какой отзыв Вы получаете от посетителей? Что хочется им еще, чтобы появилось, возможно, либо осталось? Ну, всем хочется праздника, поэтому, конечно, люди, которые приезжают к нам, допустим, из Москвы, они хотят получить в первую очередь еще и качественный сервис того же гостеприимства, то есть это должны быть хорошие гостиницы, это должны быть транспорт, экскурсионные услуги, поэтому мы работаем над этим вопросом, стараемся, так сказать, улучшать всю эту нашу структуру, которая, конечно, должна быть везде. Спасибо Вам огромное, что сегодня пришли в нашу студию, ждем новых событийных мероприятий, новых фестивалей, праздников, конечно же, обо всем расскажем в эфире нашего канала. Спасибо Вам! Вы смотрели специальное интервью, оставайтесь на нашем канале. До свидания! До свидания!